У нас выступали люди, лекторы разных специальностей, разных профессий, но всех этих людей объединяло одно – они специалисты в той сфере знаний, которую они представляли. Ну и наконец-то, это очень важно, мне кажется, и знаменательно, что дело дошло до филателии. Ученые, историки, архивисты, краеведы и многие другие уже участвовали в проекте «18 квартал». В этот раз вечер под названием «История Бреста 19-го начала 20-го веков в филателии» провел филателлист-краевед, член правления Брестского отделения общественного объединения «Белорусский союз филателлистов» Александр Георгиевич Николаев. Он представил публике свою работу, которую он собирал в течение двух лет к тысячелетию Бреста. Работа выполнена в открытом классе, что подразумевает под собой сочетание филателлистических материалов, а также дополнение – документы, фотографии, элементы миниатюрной пластики. Мы остановились на одном коротком фрагменте, буквально 120 лет истории Бреста, Брест в составе Российской империи, то есть после третьего раздела Польши и включения Бреста, Литовского состава Российского государства и до Первой мировой войны. Филателлие дает возможность познавать мир, развивать эрудицию. Что касается белорусских марок, конвертов, документов, они – настоящая энциклопедия истории страны, в частности нашего города. На них можно увидеть портреты людей, внесших вклад в развитие Бреста, изображения природы, животного мира, памятников архитектуры, художников и их творчества. Чего только стоит фотографии. Здесь, безусловно, есть очень интересные документы, которые можно было раньше увидеть в некоторых книгах, которые у нас издавались, в частности, по Брестской крепости, Брест «Война и мир» Суворов издавал к тысячелетию тоже. Интересные есть документы XIX века, разные фотографии интересные, много открыток очень. Российские, германские, польские – все равно они как-то так. Когда вещи стоят больше лет, уже автоматически интересно. И действительно, за сто лет наш город преобразился до неузнаваемости. Филаталистические материалы – это ценное окно в прошлое. Это возможность разглядывать и узнавать, каким именно Брест был тогда, века назад. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...